Велкам, велкам, велкам Велкам, велкам, велкам Если они лузеры, что поделать 0-2, 0-2, такой старт был для обеих этих команд В первом матче на прошлой неделе Виталики проиграли Unicorns of Love, 0-2 А Сплайсы были уничтожены, как тут английские комментаторы говорили Полный дисгастинг и так далее Много лестных слов они относительно Сплайсов назвали Сказали, тоже счет был 0-2 Но суммарно это самый быстрый Best of 3 пока что на европейском ЛКС 27 минут на вторую игру потребовалось 28,5 минут на первую игру Суммарно к 25 минуте Сплайсы проигрывали 10 тысяч и 11 тысяч Очень плохо были сыграны старты для команды Сплайс Учитывая, что их состав вообще никак не поменялся с чемпионата мира Напоминаю, что команда Сплайс ездила на чемпионат мира Была в группе с ТСМ-ами Ничего выдающегося не показали Из группы не вышли ГГВП Ну а Виталики Что Виталики? Виталики у нас и верно пикуют Не было ракал бана от Виталиков Что любопытно И Лебланк вообще не Ой, извините, Лебланк Рингар вообще не был забанен И был сразу же пикнут Сплайсами На ферстпике В ответ Виталики не побоялись И пикнули себе ускорялочку и дэмэдж дилта Джейси Возможно это будет мидер Джейса Может быть это стандартный топпер Плюс и Берна влез Который будет щитками спасать своих От Декери Правда он будет ставить кусты Которым Может пользоваться Рингар Не совсем понятно Пик и Верна мне не очень нравится Хотя вот то, что они пикнули Кейтлин Для Стилбека Это намекает на то, что они провели работу Над ошибками на прошлой неделе Увидели они, что Стилбек не может Варуса играть И не может в Вашу Как сейчас мета идет И дали ему то, на чем умеет играть Стилбек Стилбек играет у нас на двух чемпионах шикарно Это Кейтлин, его топ-1 чемпион И Северка Могли кстати и Северку брать Но тогда надо было Джейса бы выкидывать Так как Джейси у нас со своими воротами И так дает ускорение Куда уж больше ускорения Ну а тут какой-то полупуш сетап Получается Возможно на миде нюкдак будет на каркаче И тогда получается саппорт нужен щитковый Скорее всего это будет либо карма А карму забрали Не обратил я свое внимание Либо та же самая Жанна Барт Хачани я не знаю чем он играет Это новый саппорт в этом сезоне Так что я не обращал пока внимания На его лучших чемпионов Ну и против него был забанен пока что Том Кенч Ну нормально Том Крузо можно отключать А то он за спину будет притаскивать И верно с Медведем Трэш мне не нравится Бан совершенно Ничего этот бан не несет Никакой логической цепочки Я здесь не вижу То есть Виталике все равно может пикнуть Кстати говоря еще Тарик очень хороший Им зайдет в сетап Они могут сейчас пикнуть танка хиллера Либо щиткового кайтера Ну я уже назвал чемпионов Которые могут быть А Нами я забыл про Нами Нами Ну не совсем щитковый Она скорее хилл кайтер Нами отлично тоже заходит Ну Виталиков сетап понятен И на Меде будет Каркач Если сейчас Сплайса не забирает себе Каркача Их ждут большие неприятности ребят Очень большие неприятности Я не уверен что Сплайса с ним исправится Чтобы это все исправить Сплайсам нужно сейчас жесткий Хард керри топлейнер Им нужен не Шен Куда вы что вы делаете ребят Глобул ульты А вы корки забираете Тогда все 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 нормально Сплайсы исправили Я уже на секунду испугался Что они решили Шена Синдру какую нибудь Сейчас сыграть Шена Талию Мол сработает Ни хрена бы не сработало Тут просто нужен был Хард керри тогда топлейнер Ну что ж Они Каркача забрали Прочитали стратегию И в итоге Джейс остается тогда На Меде А на топ придется брать танка Виталиком Потому что их сетап Немножко поломали Ну и На Утилуса они показывают В итоге на На Утилусе и остаются Маукай был забанен Да? Да, они сами банили Маукая Ну Так можно В этой игре не будет мотоциклев Да Том Круз на мотоцикле Никого никуда не подвезет Вчера возил он неплохо Мамок И своих союзников Но без мотоциклов От Том Круза Губы себе сушат Нюкдаг Могли видеть Два пакетика даже взял в руки Помню какой-то конфликт был Только не помню У какой команды Это было На американском ЛКС Фигня была По-моему Это у Дабллифта Была ситуация Он короче Взял этот пакетик И потерял его Или он его На него чай пролил Не, это Дженсен был Это Дженсен был Короче говоря Он пролил кофе Либо чай Который там приносят Вы можете заказывать Как в казиночке Знаете, когда За столиком сидите И там проходит девушка И спрашивает Что будете заказывать Вот вы можете заказывать Ривоты оплачивают Наверное Ну так вот Он пролил на этот пакетик Кофе, чай И попросил новый пакетик Они ему его не дали И он панику Короче устроил На тему того Что он плохо играл Из-за того Что у него не было пакетика Это давно было В одной игре Ривоты даже Намекнули ему Что если он будет Такую политику продвигать Они ему Ну штраф просто Выпишут и все Ну в общем Он извинился потом Но это давно очень было Два с половиной уже Год назад Это одни из первых игр Когда он еще Инкарнейшн был У него не До того как он Реформат Сделал себе Ник в Дженсона Превратился Когда он еще был Инкарнейшном Но это до Европы То есть до Европы В Америке именно уже было Когда он был в команде Клавд Найн Там просто очень долгая пауза Была в том матче Минут на 30 А вся паника была Не из-за того Что он даже пролил Это да он пролил Ему надо было Клавиатуру поменять Все это сделали А потом он долго требовал Пакетик Потому что руки у него Все еще были Типа липкие Из-за этого кофе Что-то в этом роде А Ривоты Ему не дали пакетик Сказали Ты свой запорол Мы даем пакетик На одну игру Один пакетик На одну игру Запорол Запорол Все сам виноват Вот И потом вот Даже из-за этого Ну немножко Так сказать Потеряли Ривоты в веру В команду Клавд Найн Потому что Какого-то токсика Мидера Они себе притащили И Была одна игра Команда Клавд Найн Игра по-моему Против целых гэшников И произошла Пауза Из-за того Что белый шум пошел Знаете что такое белый шум Очень яркий белый шум Пошел у всей команды Клавд Найн В их Тимспике Вот в этом То что они сидят В пятером У них пошел Жесткий белый шум И пошел он за какого-то игрока Потому что у него Наушники Боганулись И Ривоты не могли Это 15 минут Исправить А по правилам Нельзя снимать наушники Нельзя разговаривать Друг с другом Во время перерыва Нельзя снимать наушники И Метеус Потом Про это говорил Как раз С отсылкой на Дженсона Что вот Из-за того что конфликт Был на прошлой неделе Мы решили Ну Панику не поднимать Хотя голова У всех болела Мы 15 минут Сидели В белом шуме И ничего сделать не могли Там наушники Насколько я понимаю Вы не можете Регулировать громкость То есть Она регулируется В компьютере В настройке компьютера Ну В общем Ну Метеус Это так оправдал Что они проиграли Тогда игру Просто там была Даже игра Они выигрывали Прилично Ну Где-то Тысяч Пять Шесть К двадцатой минуте И проиграли В итоге Ту игру Команде Селга Вроде это Селга Была Так Хай тоже вроде Пролил Да Не Но это было С Дженсоном История Именно Про пакетик Была с Дженсоном А по поводу Хай проливал Да Было такое дело Да не только Хай Многие проливали Чай, кофе Риут И так до сих пор Это Ну Разрешают игрокам В общем С напитками сидеть Во время игры Хотя могли бы Уж какое-нибудь Правило По поводу еды Внести Ну что ж У нас 0-0 Стандартный Поход Устроил Джоко Без Каких-либо Фишечек Особых Просто Ходит Собирает В лесу Дань В лесу Свою дань Не было никаких Левел 2 гангов Хотя я такие Темы тоже видел Типа оставляете Настакиваться Забираете себе Один баф И идете сразу Со своей По-моему Это Ешка Или Кушка У него Короче Со своим рутом Аблхом Можно Ну наверное Можно Я не знаю Проверяет или нет Идете вот С этим Бафом Первый Который Вы берете Либо В чужой лес Доминировать Оппонента Либо Конечно же Ганг Устраивать По сетапу Могу сказать Что абсолютно Равная Теперь игра будет Если до этого Мне казалось Ну Если в каркача Забрали себе Виталики Что они Точно выиграют То сейчас Все равенство У них Неплохой Пуш сетап Но при этом У них нет Магического Урона Толком Нами Не наносит Магический урон Она скорее Чистый саппорт Хиллер Джока Не будет наносить Магический урон Он скорее Саппорт Щитковый Ну а топ лейнер Саппорт Танковый Ну и вот Получается Два саппорта И два АДшника У команды Виталиков Поэтому в лейтгейм Очень опасно Им выходить Тимфайт Может Тупо дэмэджи Им не хватит Тимфайте Тут у нас На кобика Выходят Цепляют Притягивается Джоко Дает за медло Но Видите Нечем было Зафаловить Кейтлин Поставила ловушку Немножко по Микуксу Нанесла урона И выровняла То что потеряла Нами Выровняла Это хп Правила еды Надо Дабллифту Уговорить У него постоянно Что нибудь Живет на стримах А то и на играх Только она Вот может нанести Дамаг Апшный Ну да Да Может Я с этим Не могу Не согласиться Что у Наутилуса Есть магический урон Но Понимаете Это не тот чемпион Который в обилие Пауэр Будет даже Собираться У него Роа в этой игре Не будет У него будет Собран Стандартный Спирит Визаж С Санфайером С С Рандуином С Фроузенхартом Вот и все И он будет Просто танковать А в той стадии игры Ну просто в защиту Даже Например То что я сказал Рингару не надо Собирать хекс дринкер В этой игре Кракачу не надо Собирать хекс дринкер Кьюэсэс не надо Делать аше Чувствуете Да Вот это вот Все Можно просто Игнорировать А это Айтемы Очень важные И они очень критичные Были Для большинства Этих игроков То есть вы их собирали Вы конечно С них получали Тоже неплохие статы Но Лучше конечно Если их не собирать Почему Малфит Они пикают На проиграх Ну Потому что Очень много игроков Обладает такой механикой Что ты никогда в жизни В него не попадешь Малфитской ультой Если только из темноты И то И то Мы видели Огромное количество раз Когда из темноты Ульту Ультуя Малфитом Люди все равно не попадают Не потому что Они промахиваются Они идеально кидают Просто реакция От этого спелла Можно увернуться И Если нет Вот какого-то Сверхъестественного момента Поэтому получается Что ульта его Абсолютно бесполезна То есть у Маукая Что у Маукая Ульта Защитная АW является Тимфайт спеллом Как раз От него Увернуться нельзя Что касается Наутилуса У него ульта Не доджится То есть ты ее Просто нажал По игроку И она долетает Еще по Мере Своего полета Задевает Врагов Твоих Ну врагов Своих Твоих союзников Им Большие проблемы Возникают Так что Малфит Явно проигрывает Этим Трем чемпионам Ну как в общем-то Игнара Вот перестали пикать После того как Гнар Соло сплит пушер Пропал немножко Из игры То есть был еще Гнар Соло сплит пушер Соло сплит пушер В какое-то время Выходящий за спину Ну вот Он уже начал Пропадать Тут у нас Интересно Синий баф Забирает сегодня К дак Ну понятное дело Что Джоку тоже Получает синий баф У них Всегда теперь будет Два дабл бафа У команды Виталиков Ну с дабл бафом Будет ходить Джок А нюк дак Будет синим И стилбэк Будет с красным Это вот Хорошее такое Преимущество Этого чемпиона Но пока у нас За 7 минут Вообще ни одного Активного действия Единственное На что можно Обратить внимание Что Сильно топ лейнер Кабачарт Отстает по фарму Довольно сильно Учитывая что Ничего не происходит В игре Уже десяточку Проигрывает Стилбэк Не волнуйтесь за него У него как раз Под базой Здесь куча мапсов С которыми он разбирается Правда он боится Ближе подходить Он думает что Рингар тут может Организовать Тауэрдайв Где-то они видели Рингары на варде Там видите Там пинг стоит На красном стоит Вард Поэтому он Аккуратничал Сейчас еще поставят Вард страйб Уже да-да-да Боятся Вот все Они увидели Рингары Теперь Можно Ну Просто потянуть Время рингара Где-то побайтить Показать что вы Вроде бы здесь стоите Ну а все это будет Давать время Вашему Саппорту Который Тем временем Уже выходит В Редемшн Сразу Любопытно Обычно Все равно Собирается Чашка Чалис Но вот он походу Идет в Редемшн Первым айтемом Ну Редемшн И Чалис Как первые айтемы Вполне нормальный выбор То есть Редемшн У вас идет Ауэшный Отхил По всей вашей Команде О Сен Кукс Восьмая минута Уже что ли Да Уже восьмая минута Как время-то летит Игра идет Время летит Ничего не происходит Там что-то там Пишите в чате Я пропустил сообщение Ну ладно Не страшно 700 голды Преимущество сплайсов Но Это просто на фарминге Сделано И я бы не сказал Что это то преимущество Вокруг которого Будет теперь Крутиться игра Просто Виталики Поаккуратнее сыграли У них сила ребят У Виталиков Сила в четырех чемпионах Вместе Это чистые воды 4-1 пуш За тавердайвить Или даже заулынить В такой сетап Очень тяжело Ловушки Нами ульта Джей со своим полем Да и те же самые Кусты Если Виталики Продержатся Вот этот Early Game Где Рингар должен был Вроде как Наделать парочку киллов То у них Попроще Все будет дальше Ну вот он Рингар Первый ганг От него Не очень удачный Вызывается Тут Дейзи И Минус флеш У Рингара Обмен получился Флеша На ульту Ну и Немножко Нюкдак потерял ХП Кстати Трэши ошибся Он во время прыжка Мог дать свою Ешку И зарутить Нюкдака Ну правда Нюкдак бы тогда дал По нему экзост И отфлешился Саму нюкдак бы просто потерял Думаю Килл бы все равно Не сделал Рингар там Но другого Они добиться Не смогли Сен Кук Спускается вниз Очень хотят Сплайсы Сделать скиллы Ну по крайней мере Сломать эту вышку Нами ультануло Наутилус Наутилус Смещается Пока у нас На мид И Нами ультануло Это ради чего Не совсем понятно Трэшка тут Подстреливает Наутилус Не нажимает Телепорт Но уже Шеновская ульта Пошла Трэш потерял Очень много ХП Но остался В живых Наут остался Просто на топе Но это Размен вышки На ничто И Вандер Нажимает Свой телепорт Теперь на топ На ульте Прилетел Вниз Мороженка Да Мороженка Ходила Дейзи у нас В мороженку Здесь превращается Ну Полторы тысячи Даже больше Почти две штуки Преимущество Сейчас стало Командой Сплайс За счет Не самой уверенной Игры Кабачарта На топе Чувствуется Что вот им Сломали сетап И они сейчас Пытаются Выкрутиться Просто из положения Ну уж Слишком читабельно Все было Вот когда Они выбирали Себе Четвертого чемпиона Им тогда Надо было Забирать Каркача Тогда надо было Его сделать Но они хотели Типа убедить Оппонентов Что нюкдак Что Джейс Пикнут для нюкдака А в итоге Видите Их прочитали Забрали Каркача себе Сплайсы И вот теперь Они ходят Вот с этим Непонятным Наутилусом Пока Мидгейм Еще не начался А поэтому Они не могут Вчетвером Объединиться Нигде на миде Или там На бутлейне И начать Сиджить Плюс Ждут Ждут Все еще Пока У Джока Появится Хотя бы Первый Айтем Саппорт Ищи Тогда он Будет Пополезнее Немножко Так как Оренгар Он боится Я так понимаю И не ходит В его лес Вообще Только ходит По своему лесу Но по своему лесу Он явно будет Проигрывать Всегда От ульты Аши Тоже можно Ведь увернуться Не совсем Во первых Ульта Аши И ульта Малфита Это Ну немножко Другие вещи Понимаешь У Аши Помимо ее Ульты Очень хороший Лейтгейм Она разогревается И всех расстреляет Как чистый Адекерри А ульта ее Это бонус Бонус Этого Адешника Аша сама по себе Чуть-чуть слабее Джинксы в лейте Понимаете Чуть-чуть слабее Чуть-чуть слабее Кейтлин в лейте Она очень сильная А ее ульта Она обычно кидается В того, кто в тебя Ну если в тимфайте смотреть Тут у нас Подождите Кабачарта ловит Но Дейзи уже здесь Кабачарта ультует По двоим Дейзи сейчас даст Тоже подкидывание Кабачарта Дает автоатаку Притягивается И ловит Трэшика подкидывание Но очень хорошая Вандеровская W была Которая выиграла Много времени Для трэши И трэшика Все равно Убивают Рингар хотел сделать Ганг Хотя бы один В этой игре Сделал его на Наутилуса Но Джокана И Верни С Дейзи Оказался неподалеку И минус Минус Рингар Киска была Сейчас опущена Ну Киски они Не любят мороженки Так что Ребят Все логично Почему Киска Проиграла Киска такая Ой тут мороженка Не я не буду Это есть И не съела Траву не ест Дерево не ест Киска И мороженка Он только когти может точить Ну а как бы Когти вот точил Точил Рингара Убить все равно не смог Так вот Я вернусь к мысли По поводу Аши В тимфайте Аша ультует В игрока Который на нее нападает А инициация Ну Кидает Да Люди уворачиваются Люди отфлешиваются Люди Кюсс покупают То есть Как То же самое Что и против Малфита А вот Малфитская ульта Если в тимфайте Ты ультуешь в танков Как вот например Аша ультует в танков То это ничего не дает Как бы Вы же не можете танка убивать После того как вы в него Ультанули Малфитом А Малфит дальше будет Бесполезен в тимфайте В отличии от Аши В отличии от Наутилуса Давай тогда его сравнивать Надо с топ лейнером И от Маукая Такие дела То есть Как раз этот чемпион Одной ульты Его либо надо брать Тогда под комбу С какими-то другими чемпионами Типа Арианы Но Выстраивать весь сетап С намеком на то Что у тебя будет Малфит Оппоненты это просто Прочитают Так что Ривы ты считает Эш, Джина Север ДК сапами Их нерфали Да Было такое Тут у нас хачани Коловят Через ульту Кракача Он Был на своем пэккедже Переместился На шортпиту С него Ультанул И Минус нули Хачани Который Честно скажем Не отфлешился сразу Ну вот она Ульта Аши Помогла Ребят Если бы отфлешился Хачани сразу Никаких проблем У него не возникло Не среагировал Ну вот такая вот Ульта Малфита Тоже бы сработала Но сам Тимфайт Оно было бы другим Так что Ну тут я все равно Ребят Все скидываю на то Что Малфит сам по себе Вот она Ульта Аши Хачани На чемпионате мира Малфит Как пикали И показать вам Кто не помнит Малфит В какой-то момент Был довольно Очень сильный Чемпион И тогда Была мета Все собирали Руа на топе Танки И какой-то там Еще кейсов Не было Кейпоинтсов В мастерках Тут у нас Ганг будет Трэш ультует По вардам Он пробегает Джейси Видел Джейс Отфлэш Надо было Наверное Отспела Но все равно Вроде получилось Экзостом Все еще не кидал Подходит Тут же сюда Вся команда Виталиков Экзост идет Трэшика Убивают А Вандер Вместе с Нкуксом Не хватает им урона Хачаника Правда Опять сейчас убьют Он опять оказался Где-то без команды Где-то сам по себе И это Килл в килл Размен для команды Сплайс Все хорошо закончился Они хотя бы Нашли где-то нами И убили ее Так вот На том чемпионате мира Это был по-моему Четвертый Или пятый Нет по-моему Пятый был чемпионат мира Вы могли увидеть Как вначале В приоритете Все команды Забирали Малфита Все команды Забирали Малфита По-моему это пятый был сезон Дариус еще тогда играл Да Это значит пятый был Пятый сезон На чемпионате мира После Первой недели Групповой стадии Ребят Знаете что произошло Ни одна больше команда Не банила И не забирала Малфита А знаете почему Потому что Ни один топ лейнер Не смог попасть Ни одной ультой Криворукие топ лейнеры Скажете вы А я скажу вам Уровень просто игроков Ответный Малфит Бесполезен Все к этому пришли Выводы и все Хотя Малфит Как бы Отлично стоял на топе И я там горел Ребят Потому что Некоторые топ лейнеры Даже не пытались Давать ульту Понимая Понимая Что ее задоджат То есть Понимаете Насколько уже дошло Люди уже боялись Даже давать Свои ульты Зная что ее все равно Уже задоджат И все И во втором неделе Никто ее не пикает А дальше уже И топ лейн Совершенно Другие чемпионов Начали пикать К концу Чемпионата мира Ну что ж На счет 2-2 Минус 3000 Отстают Виталики Но в основном Это сделано На вышках И фарм на линии Фарм на линии Уже начал Медленно исправляться Вы видите По поводу исправления Конечно же Я имею в виду То что Он Не снуболится дальше То есть Как было отставание Здесь фарма На топе Так и осталось Как было отставание На ботлейне Там 15-20 фарма Такое осталось Ну и с джанглерами То же самое Причем с джанглерами На самом деле Тут неправильные числа Потому что Джок зарабатывает Деньги-то правильные А вот мопцов Количество получает Неправильное Когда он забирает Волков Насколько я помню Ему засчитывается Один мобец За волков За вот этих големов Ему засчитывается Два А на самом деле Должно 14 засчитывается Там по-моему Да Ну Нет Нет 10 вру 10 там Их 10 големов Ну В КСе пишется А по деньгам Как бы Все правильное число Тут у нас На нюкдака идет Ол ин С рингаром И Шеном И как видите Им не хватило бы урона Если бы не корки Хотя нет Подожди Корки вообще не нанес урона Мне еще показалось Что корки Две эрки Своей попал Но нет Именно показалось Ребят 3-2 Рингар Пока себя более-менее Реализовывает Находит он все же Какие-то кельцы Но в основном Он их находит на Джейси Который Если бы был топлейнером Наверное чувствовал себя бы лучше Так как он Мидлейнер Которому надо Всегда отправляться Куда-то наверх Это не очень удачно Нет Это Бакс И Верном Его не правили Он не получает Деньги Опыта За всех големов Ты уверен? По-моему Как раз Цену-то получает Насчет опыта Не знаю Я никогда Это не сравнивал А по деньгам Там вроде все верно Почему Насоса Не играет На простейне Из-за Очень слабого Медгейма Этого чемпиона Думаю Не самый сильный Эрли гейм Но думаю На простейне Ребята бы справились С этим А вот Отсутствие Медгейма Как такового У топлейнера Это конечно Сильно решает Как играть чемпиона Который ничего не делает В первые 20-25 минут игры Это проблема Всегда Ну например Сколько импакта Сделал Шен Хоть у него И вроде бы 1-0-1 Статистика Ну из 3 кило В команду Даже не во всех Поучаствовал Но при всем при этом Импакт Давление Очень большое было Несколько тимфайтов Начинало За счет Его ульты Говорят что он получает Только за двух И за большого И малыша А за мелких Вообще не получает Деньги Ну ладно Тогда видите Я ошибся Мне казалось что Ну Ну Сами я не играл За него Поэтому Это Ошибки могут быть А Ренниктона Пытались сейчас играть Нет Еще не играли Ренниктон Странно что его пропускает Причем очень много Есть Туплейнеров Тот же самый Вандер Кстати говоря Ренниктон Мейнер По европейским Игрокам Ну можно найти Игроков Которые действительно Умеет Ренника гонять И в Америке Очень много Есть туплейнеров Которые в общем то И наверное В команды то попадали Только за счет Своего Ренниктона Хачаника здесь ловят Ультой Аши Но на этот раз Он остается в живых Выхиливается И не получается Сплайсом Здесь организовать Убийство Там какие то Зарисовочки у нас Корейские аналитики Проводят Это видимо Аналитики команды Сплайс У Виталиков Потому что Ямото Кеннаджи А не подождите Наоборот У сплайсов Ямото Кеннаджи Это видимо Значит аналитики Команды Виталиков Не Ренниктон Не бесполезный В симфайте Просто Ренниктона Видите не пикает И все Но вы не волнуйтесь Они боятся Скажем прямо То есть Большинство команд Живут Старой какой то Метой Некоторые команды Пытаются идти В мету со временем Но Очень мало Единицы Я бы даже сказал Которые выстраивают Мету команды Их единицы Просто вот Например То что мы сейчас Наблюдаем Это Одна команда Играет Старую мету Эту команду Сплайс взять Вторая команда Ну по сути Ворует мету Они хотели играть Через жесткий Покс и тап Северном Ну как Северном и надо играть Ну и у них отобрали это И пришлось им пикнуть на Утилуса Они даже не попытались Что-то исправить То есть Теоретически Теоретически Ребята Они же могли отправить Все равно Джейси на топ И за место Каркача на мид Взять кого-то другого Тоже Поукающего Но ведь есть же чемпионы Поукающие Есть АПшники Поукающие Они могли Зигана взять Но они зассали Вот реально Просто зассали Потому что Никто его не пикал И их осудят Скажут Ааа Пикнули Проиграли Все понятно А в итоге Что получилось Иверд ни хера не делает Бегает по карте А Рингар охотится За разными игроками Да Охота пока не очень Удачно у него складывается Но не знаю Когда вы так вот С каждой третьей минуты Отстаете на еще одну тысячу И у вас вроде Пуш сетап Но при этом Вы еще не сломали Ни одной вышки Можно ли как-то Продолжать Опять здесь Ловит Нюк Дака Подходит парень С Дейзи Джока Но Отфлэшивается Джейс испугался Воевать Варуса можно было взять Да Из Реаля взять Но я именно Про Пешников имел ввиду Чтобы был чемпион Как Каркач Да ту же саму Синдру Можно было теоретически взять Она тоже очень сильный Поукер На линиях Станы из кустов Вы хоть понимаете Насколько это злобно Станы из кустов Кидать А пока Ну Что есть То есть Ну правда Синдра бы проигрывала Каркачу Тут в защиту Этого Можно сказать На Кабачарта Выходит Кабачарта Нече С флэша Он дает ульту По самому дальнему игроку Чтобы застанет всех Ульта Аши пролетает Мимо Волна пролетает Здесь Мимо тоже Всех игроков Хачане решил Потанковать И кинуть бабл Но не попал И вот он Каркач Выдумывает Здесь он врывчик Но в итоге Каркач не делает Никакую инициацию У него не было Ой Джока Не забрал Этого мопца Его рингар забрал Ну придется Отступить с плайсом Они очень много времени Фокусили Кабачарта Не смогли его убить Потратили на него Две ульты Своих Ну если Карми на ульту Еще читать То есть три ульты Пришлось отступить Но зато на этой ротации Они быстренько сломают Мид тот самый Который доломать Они тогда Все не могли Не могли Ну и теперь Минус тир один Вышки все У команды Виталиков А вроде бы Пуш сетап У них Ребят Ну может быть Они обманывают Соперников Те думают Что пуш сетап У них А они таким образом Просто успокаивают Сплайсов Чтобы они Расслабились Провели какой-то Неудачный файт И тут и пойдет Камбэк Вообще конечно Вот если обратить внимание На весь сетап У Виталиков Если бы они сейчас Лидировали Четыре с половиной Там пять тысяч Вот как сейчас ведут Сплайсы У сплайсов бы не было Ни единого шанса Вообще выиграть Эту игру С таким пушем Страшно справляться И с Наутилусом Который идет По итемам впереди Где Виталиком Теперь брать урон Я тоже не понимаю Вот обратите внимание Сколько урона Нанесла команда Сплайс А теперь обратите внимание На урон Команды Виталиков Что мы с вами видим Это пока Total damage В этой игре сделан Равный демаж Команды Сплайс Здесь ярко Выделяется Джейс И Все Понимаете Кэтлин Еще пока Ни разу Не стреляла Ей не позволяли Наутилус Урон есть Но его Не так много И он сейчас Будет уменьшаться 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 С каждой секундой Ну будем надеяться Что Именно стилбэк Камбэкнет игру Но у него Пока нет Никаких айтемов Он дико сильно Отстает Был же игрок Какой-то Дрейвен Мэйн Слушай А как его звали Дрейвен Мэйнер Вылетела Стилбэк по-моему Тоже Дрейвена Играл однажды Вылетела Из головы Кто же у нас Дрейвена Мэйнил Но все верно В Европе Был один игрок Который именно Дрейвен Мэйн И даже Не фриз походу Не фриз походу не в Америке Он вроде бы здесь Скай что ли Да Дрейвен поезд Он такой Непоколевимый А так да Все верно Фриз Фриз Даже Пару раз Банился Дрейвен Вообще Ну Просто Бан Рандомный Он в ЛЦС Сейчас В Челленджер Сириес Привет Квин Тессон Они тянут Игру И ждут Пока их Керри Отожрутся Да Но Вот он Проблема Они тянут Игру И ждут Пока Керри Отожрутся Но при всем При этом У них урон У Керри Это не будет Появляться Большой То есть Им надо ждать Теперь пока Появится Ласт Виспер У Нюкдака Он сейчас Резку на отхил Взял Эволейс Блейд Соберет ее Потом нужно ждать Чтобы Стилбэк Добрался Тоже До Ласт Виспера А у него еще Кюсс Не доделан Понимаете Вот это вот Как бы Такая Погоня Черепахи Ахиллеса За черепахой Получается Вы вроде бы Продвинулись Чуть-чуть вперед Но в этот момент Спайсы еще чуть-чуть Вперед ушли Потому что Ну им-то Че Кстати А зачем Хекс Дринкер Собрал Рингар Рингар Ты вообще Внимательно Посмотрел на игру Ну ладно Наверное Он Он Как бы Мерки уже Собрал Этого достаточно Чтобы Побеждать Виталиков Зачем он еще Хекс Дринкер Делает Ну По мне Если ты хочешь Что-то добавить Танковое То Чисто делай Дэд Мэн Сплейт Или Рандуин А если ты хочешь С дэмэджем Что-то добавить Ну Не знаю Ребят Ну По мне Это вообще Мимо Вот Вот Эта покупка Вообще Мимо Хекс Дринкер 1300 голды В никуда Выкинуты Причем Ему придется Дамола Морзиуса Теперь это доделывать Ну Надеюсь Он сообразит И перестанет Просто Ему даже Хекс Дринкер Не прокнуть Здесь Вот в чем Прикол Когда у него Будет Меньше 30% ХП Финишный Магический Урон Никто По нему Наносить Не будет Посмотрите На Сетап Нами Не его Будет Добивать Он Намевский Урон Будет Блокировать Джока Будет Урон Блокировать Наверное Дейзи Когда Подкидывание Даст Или Кабачар Такой С флэша Даст Ешку По нему Конечно Стерак Лучше Да Ну То есть Если Ты хочешь Что-то В этом Роде То Стерак Тогда Возьми А Еще Лучше Просто Шел бы Сейчас В Рандуин Или Дэдмен Сплейт И не Ну Ладно Выбили Вард И сразу Начали Делать На Шора Виталики Вроде Были И должны Сейчас Туда Смещаться Но Правда Они Смещаются По Вардам Нюк Даг Дает Кушку Попадает По Кобоку Джока Ставит Кусты Прыгает На Эти Кусты Внутрь И ворует Боже Ж Домой И Выфлешивается Через Янку Просто Убегать Виталикам Нужно Потому Вандер Ультует На Оренгар Оренгар Впрыгивает В нюкдака Нюкдака К сожалению Убивает Вандер Танкует И нету Дэмэджа Вообще Нет дэмэджа У команды Виталиков Чтобы Уренгара Убить И чтобы Убить Вандера Тем более Но Три игрока Остались в живых Раскачена Все же Была Команда Сплайс И они Не смогли Дальше Чейзить Блокировать Ее Кейтлин Да Блокировать Ее Кейтлин Еще же Можно Совсем Забыл Минус Вышка На миде Потому что Чуть больше Игроков Чем хотелось бы Потеряли Виталики Но кстати Вот сейчас Они должны Ноутилус Ты чего Боишься Выходи В бой Что Почему Вышку Просто так Отдали Виталики И отдают Соответственно Ингибитор И Я не знаю Ребят Кабачар Сейчас смог Просто Внаглую Выйти И Танковать Для своей Команды Ну ладно Они решили Отдать Ингибитор Типа С Нашором Ничего страшного Не произойдет Было Застилено Давайте смотреть Могли ли они Убежать Кабачар Поймали Ульту Аши А ну тут Видите С прыжка Трэша Зацепляет Нюкдака И сразу Минус Нюкдак Ну а нами Она Так как На ромящих ботинках Любой спелл Любое замедление Которое дали Там оно В три раза больше Ну то есть У вас ботинки Просто отключаются И вы бегаете Запутанными В шнурках Ну я не знаю Почему Отдали так легко Вышку На миде Наутилус был С фулл хп Я не уверен Был ли он с флэшом Наутилус Точно он был без ульты Но он был с фулл хп Со своими щитками И сплайсом Нечем было его контролить То есть Ашовской ульты Нет Рингар Никакущий Можно было Тамт прописать Конечно же От Шена Но этого бы Скорее всего Не хватило Ну ладно 5-2 Преимущество По голде Сохраняется Плюс Дрейки Тоже Два У команды Сплайс Не тоже В смысле А просто два Два текила У команды Виталиков Но при этом На Шора Застелили Виталике 7000 отставания Пока они с На Шором Идут в минус Но зато я вижу Что у Джока Правильный билд Все полностью Саппортис У него и щитки Он уже джанглерский Айтем К черту продал Потому что Ничего ему не дает Больше Ну ладно Ласт Виспер Кстати говоря Закончил Полностью Нюкдаг Он себе Ласт Ремайндер По-моему Эта штука называется Загрейдил Ну а Стилбек Должен будет Грейдить Во второй Тогда Лорд Дик Я не помню Название Они у меня Оба Ласт Виспер Я их просто Называю Ласт Виспер Против танков Ласт Виспер Против хила Вот и все Или Резалка хила Поэтому Не Не злитесь Что я не знаю Название этих штук Но там по-моему Ласт Ремайндер А второй Лорд Какой-то там Дик Что у нас По Каркачу Каркач у нас Играет с пистолетом С револьвером С Тринити Форс И выходит в Инфинити Эйдж На самом деле Он неправильный билд Делает на Каркача Нам показывали Много раз Правильные билды Пока лучший Каркач По статистике Риутов На этот сезон Угадайте кто Ой Кто угадает Получит админку Но это не сложно Угадать Потому что Риуты это говорили На одном из стримов Даже статистику Проявили гигантскую Среди всех Кореи Ну Может быть На сегодняшний день Уже стало по-другому Но после первой недели Есть лучший Каркач в мире На данный момент Три игры Три победы С КДА 18 с чем-то Энгли Да Причем Одну он проиграл Явно Зафейлил Скажем прямо А во второй игре Ну просто неудача Постигла его Да он же просто Поздоровался Ну кстати да Возможно человек Просто пришел на стрим И говорит Хай Типа привет пацаны Фейкер не играл На Каркаче еще В этом сезоне Фейкер зато На Катарине Сыграл два матча Две победы Но КДА У него не такой хороший Был Потому что в обоих Встречах его Много раз убивали В начале Потом он начинал Камбэкать Ну не он А вместе с командой Камбэкал и все Напомните мне Там был какой-то Андрей что-то там На Твиче Надо будет ему Адменку дать И на Гудгейме Дейдоте Да Но как он был хорош Да Я про слючили вопрос И модерка убежала Да Это означает Что ты просто Не смотришь стрим Ой какие медленные сплайсы Я понимаю Что тяжеловато им Конечно давить И они знают Что нужно теперь ждать Пока появится Выйтистафу Корки Пока Аша доберется До Инфина Пока Орингард Доделает уже Маламортиус То есть им есть Куда стремиться Сплайсов Игра под контролем Тут у нас И Элдер Дрейк Как бы на носу Через минуту Понимаете У них все под контролем Они все держат Очень хорошо И знают Что они лидируют Очень сильно От Виталиков Единственное Что их может сейчас Покоробить Это если они Где-то сделают Неудачный Тимфайт Разменяется Три в три И потеряет Объекты А объекты Вы видите Вышка снизу Дико поломанная Вышка сверху Дико поломанная И если Файт произойдет Где-то с медом То можно вообще Три вышки подряд Потерять Плюс ингибитор Я в рунах Копался Ты у нас археолог В рунах Копался Молодая Лара Крофт Или молодой Харрисон Форд Ты кто у нас Лара Крофт Или Харрисон Форд Если Лара Крофт Тогда ты это Дженнифер Ой Не Дженнифер Лопес Как их зовут Боже мой Брэд Питовка Брэд Питовка Как Брэд Питовку Забито Анджелина Джоли Вот я вспомнил 9к денег Могли бы уже пропушить Да страшно Ребят Понимаете Здесь не пушить надо Здесь надо забрать Нашора Забрать Элдер Дрейка И заходить наверх Здесь Попушить-то не получается Вы когда подходите Там сразу Кейтлин Ловушки Кушка Все зачищено Кабачарт Тоже перекрывает Возможность нормально пушить Я Шалейла Баф Молодой Шалейла Баф Шалейла Бафа Кстати Недавно Посадили в тюрьму Ну правда Ненадолго Насколько я понял Это не в тюрьму Его посадили Просто в новости Так криво было написано Он напал на прохожего Который подошел И на камеру У Шалейла Бафа Он там открывал Митинг против Трампа И парень На камеру подошел И сказал Что Гитлер был прав Или что-то в этом роде Шалейла Бафа Напал на него И побил его И полиция Забрала Шалейла Бафа В тюрьму В тюрячке А знаете что делать В тюрячке ребят Вот именно Шалейла Баф Это вас в тюрячке Ну вот От Шалейла Бафлиной В тюрячке Шалейла Баф Вышел вчера Ну короче 15 суток ему дали Что-то в этом роде Местные 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 американские 15 суток Пора заходить Ребят У вас уже есть На Шор Не получилось Почему-то у них Пропушит на топе Засали Теперь перемягчается Сюда Идет ульта Кейтлин Ну просто Чтоб чуть-чуть Подамажить И все Кто такой Каркач Каркач Это Корки А Каркач Это я не знаю Я в какой-то момент Его начал Может кто-то другой Сказал Каркач Мне кажется Я его просто Изначально Называл Каркачом Сломали ингибитор Поднимаются Теперь они К топ-лейну Здесь ловушечки Расставлены Даже кустики Какие-то Начали появляться Но особо Бояться им нечего Надо просто подходить Давать автоатаку По вышке И проходить дальше Шэн тем временем Пытается Не давать Кабачарту Отпушивать далеко линию Но этого у него Не получается Бояться Бояться Очень сильно Бояться Сплайсы Видно что Если бы они Проигрывали по деньгам Я думаю Виталики бы их Раздавили Ну а так Как-то Совсем Не пошла игра На банных пиках Их обманули И они не придумали Как им правильно Разыграть свой сетап В итоге у них Не оказалось Магического урона А Кейтлин Решила играть От защиты Ух какая кушка Еще одна ульта Сен Кукс Застрял там На ловушке В него Впрыгнул Джока На своей На своем спеле Но убить Сен Кукса Не смогли Кто не заметил Это был не бак Никакой Сен Кукс Поехал И попал В ловушку Ну ладно Я просто расстроен Что они ничего Не смогли сделать Как-то безвольно Играют обе команды Это и правильный счет Для обеих команд 0-2 Начало Года Этого сезона Хотя одна команда Наехала на На H2K В довольно серьезную команду А вторая На Unicorns of Love Не самых уверенных Ну давайте Может быть Вы с Elder Drake Сможете пропушить 5-2 ребят Это если что Гей-эропейский ЛКС Именно в гей-эропейском ЛКС Такое всегда происходит Когда играют 2 слабых команды Когда ты вот Смотришь американцев И видишь Что Сейчас защиту Америки Будет сказано Американского ЛКС Конечно же Что у них тоже Играют 2 слабых команды Чаще всего Эти 2 слабые команды Играют довольно активно Не боятся Идут в бой Ошибок миллиард Здесь же Ребята Просто На вынос мозга Играют Пока кто-нибудь Не сдаст Все 12 Раундов В боксе Они бы тоже проводили Или 15 Если как в старые времена Пошла ульта Наутилуса Инициация была проведена Но никто Не пошел в бой Кроме Коба Кобака убивают Но это не помогает Стилбэк пытается дамажить Но дэмэджи ему Тупо не хватает По Вандеру и Трэшу Бьет Стилбэк Но такое впечатление Что он просто щекочет Этого Шена Ну а Шен и доволен Ниндзя Которого щекочет И у нас Заканчивается Первая игра С счетом 1-0 В пользу Сплайсов Надо явно менять Потому что их Их сетап не сработал Да и вообще Не получился Интересно Получился бы он у них С Каркачом или нет Ну думаю Должен был Выйти Вообще Самый лучший был бы Их сетап Если бы они играли Ашу на бутлейне С Каркачом На меде Тогда у них была бы Еще инициация Хотя на Утилуса Там бы хватило Каркача бы Достаточно было урона А так Только Джейс Покает и Покает Он в танков И все 40 минут 6-3 Да Такие дела Ребят Ну что ж Ждем следующую игру Ждем следующую игру Виталиков с опор О, с опортами Со сплайсами А пока перерыв 1-0 Продолжение следует... Продолжение следует...